Ребята, я предлагаю глянуть Мудреныча. Это страшная история. Одна из... Испанский грипп. Бля, страшная хуйня. Это страшная история. Одна из самых страшных, которые случались с человечеством. В 1918 году появилась новая болезнь. За несколько месяцев она распространилась по всей планете. От окопов Первой мировой войны до самых отдаленных деревень на Земле. Болезнь заразила треть населения всего мира и убила от 50 до 100 миллионов человек. Для сравнения, нижняя оценка в два раза больше, чем количество жертв... Да, Джаггернаут, Джаггернаут, я знаю. ...Первой мировой войны. А верхняя оценка больше, чем количество жертв обеих мировых войн вместе взятых. От 3 до 6% мирового населения умерло за полтора года. Болезнь... За полтора года! Вы представляете, сколько ежедневно умирало? За день! Болезнь быстро распространялась по морским и железнодорожным путям. И тем самым повернула современный взаимосвязанный мир против человечества. Но в то же время, благодаря научному прогрессу, врачи уже могли в какой-то степени понять, что происходит, и противостоять инфекции. Только вот в 1908... Блядь, уже тогда маску носили, блядь, вот так, как сейчас при коронавирусе. Хе, сука, нос открытый, блядь. Все остальное закрыто. ...и в какой-то степени понять, что происходит, и противостоять инфекции. Только вот в 1918 году исследователи еще не могли видеть вирус. Уже тогда, блядь! Ничего не останавливало, блядь! Ходил пизданутый вирус, блядь! Люди умирали, да хуже, чем при коронавирусе в сто разах. Поху! Псы. Они, конечно, подозревали, что такие вещи должны существовать. Но ученые понятия не имели, что в отличие от бактерий, которых видно в их микроскопы, грипп не является живым организмом в привычном смысле. Это просто куча нестабильного генетического материала, которое внедряется в клетку и заставляет ее откачивать миллиарды копий этого вируса. И некоторые из этих новых копий могут мутировать в нечто более заразное, более смертоносное. Этот микроорганизм разрушил чувство неуязвимости, которое начала создавать современная медицина. Но когда кошмар закончился, мир просто забыл о нем. Но забвение – это явно не лучшее решение. Потому что вирус, который опустошил мир в 1918 году, все еще существует, все еще мутирует и может вернуться. Несмотря на последствия пандемии, мы до сих пор точно не знаем, откуда она началась. Но есть теории. Первая – Китай, который не принимал активного участия в Первой мировой войне, но зато отправлял своих рабочих на службу к британцам и французам. Они рыли траншеи, таскали боеприпасы, расчищали минные поля. И, возможно, в 1917 году вместе с ними на Западный фронт прибыло и респираторное заболевание, которое бушевало в Северном... Амикрон, кстати говоря, который коронавирус, уже нормально так гуляет везде, если че? Так что... Китай в 1916, и от которого некоторые жертвы становились синими и кашляли кровью. Вторая – переполненные американские военные лагеря, солдаты из которых должны были отправиться воевать во Францию. К концу марта 1918-го на 24 из 36 крупнейших военных баз в Америке были случаи заболевания гриппом. А так как грипп был вполне обычным сезонным явлением, то никто не обратил на это особого внимания, и зараженные американские войска отправились во Францию. В начале апреля болезнь вспыхнула среди американских солдат на месте их высадки. Французы, как правило, обучались и служили вместе с американскими подразделениями, поэтому сразу... А вас в Реворде купили, клинер? Ну так вообще отлично. И они же будут его, получается, дорабатывать и дорабатывают. Тогда ЗБС. Сразу же первые случаи заболевания начали появляться и во французской армии. Высокая температура, головная боль и слабость, обычные симптомы болезней, которые можно было подхватить в окопах. А синдром нового... Синдром нового омикрона это головная боль и еще какой-то второй. Самые яркие. Забыл второе. А, усталость, по-моему, усталость, да. Сильная усталость, да. Например, тифа или траншейный. Короче, у вас постоянно болит голова и вы усталы. Я уже так 32 года живу. Лихорадки. Но вскоре стало ясно, что это что-то совсем другое. Болезнь редко убивала, но заболевшие солдаты надолго выбывали из строя. Переполненные лагеря и окопы Западного фронта были идеальным местом для эпидемии. Солдаты жили в нескольких сантиметрах друг от друга, а их иммунная система была ослаблена из-за истощения. И в отличие от города, где у вируса могут просто закончиться жертвы, здесь каждые несколько дней доставлялись свежие тела. Уже в начале мая болезнь распространилась на британцев. В английские больницы за один месяц было госпитализировано более 36 тысяч человек. Вспышка возникла во время критической фазы войны. Немцы начали массированное весеннее наступление, и для его отражения нужен был каждый солдат. Но прифронтовые госпитали были переполнены, а свежие подразделения, вместо того, чтобы отправляться на передовую, отправлялись в карантин. В медицинских палатках не хватало места, и больных размещали на улице. Все это оставалось тщательно охраняемой тайной. Никто не хотел, чтобы Германия и ее союзники узнали, что американская, французская и британская армии ослаблены болезнью. Цензура была жесткой. Американские офицеры отрицали или... Все забасыблено. ...подели к минимуму сообщение о гриппе. А британцы пытались... Мало того, что война, так еще и болезнь. Это вообще... Даже не представляю вообще какой трэш. Они пытались подавить вообще любое упоминание о распространяющейся заразе. Но в мае вирус появился в Мадриде. И так как Испания не участвовала в войне, той жесткой цензуры у нее не было. Там болезнь попала на первые полосы газет и получила свое название. Испанский грипп. Немецкое весеннее наступление, которое должно было закончить войну в пользу Германии, имело некоторый успех. Но летом, когда немцы готовились к финальному рывку, германская армия заболела гриппом. Возможно, они заразились от военнопленного британца. И к июлю грипп... Специально подослали британцы, чтобы заразить армию... Армию немцев и победить. ...и охватил всю армию. Полмиллиона солдат были больны. Финальный рывок был отложен на пять дней. А тем временем американцы, французы и британцы, которые заболели раньше, уже шли на поправку. И когда немцы 15 июля... Блять, охуеть! Вот это совпадение, блин, нихуя! ...и с 1918-го пошли в наступление. Те выстояли, контр-атаковали и затем шаг за шагом теснили немцев к Берлину. Блин, без шуток, это же просто... Конечно, было бы неправильно говорить, что Германия проиграла войну из-за гриппа, потому что было множество и других факторов. Но немец... Слушайте, но нельзя убирать все-таки фактор того, что солдат, который находится на передовой, еще и больной, он не так активно участвует в боевых действиях, не так растороплен и прочее. Достаточно понять бы, когда ты болеешь, у тебя там температура, и ты пиздец хуёвая. И прикиньте, вас закидывают на передовую. Но, конечно, вы воюете в 100 раз хуже, чем если бы были бы, блять, чувствовали себя бы нормально. И так пиздец, блять, пули свистят, снаряды разрываются, а у тебя еще и тебе уже просто хуёво, просто жопа как. И без этого. Это, мне кажется, очень важный фактор. Очень важный фактор. Прямо БЦ. Без симптомов находился вместе с солдатами на передовой и, подвергаясь воздействию химического оружия со свойством мутагена, снова мутировал. Как бы то ни было, новый вирус, вышедший из окопов, был очень заразным и чрезвычайно смертоносным. Он мог убить в течение суток после появления симптомов, просто заполнив легкие больного жидкостью и утопив его таким образом. И в то время, как обычный гриб в первую очередь убивает очень старых людей, гриб 1918... Я же не воин. У меня история была давно. Помню, гуляю по рынку и вижу, впереди ребенок рукой машет. И вдруг за хуй меня хватает. Но я намек понял, взял его за руку и повел к себе. Потом вернул обратно. ...го года. Поражал молодых и здоровых людей. Первая легкая волна закончилась. Но на военных кораблях, которые после войны развозили солдат домой по всему миру, уже началась вторая смертельная волна. Один из самых известных врачей Соединенных Штатов, Уильям Генри Уэлч еще до войны предупреждал, что когда начнется мобилизация войск, то начнется и эпидемия. Поэтому армия должна обзавестись лучшими врачами-микробиологами и железнодорожными вагонами, оборудованными под исследовательские лаборатории. Но когда война началась, армия этого не сделала. И началась эпидемия. Но сначала это была эпидемия кори. И Уэлч боролся с ней. А на обычный сезонный гриб, как уже было сказано, никто тогда внимания не обратил. Но теперь гриб стал угрозой. И Уэлч со своими коллегами начали борьбу с ним еще до окончания Первой мировой войны. Они отправились за образцами и информацией в военные лагеря. Там они видели, как пациенты заполняют каждый сантиметр больничного пространства, как их кожа становится синей, и как они разрывают мышцы живота от сильного кашля. У больных из носа шла кровь. Они кричали в лихорадочном бреду. А в крайних случаях болезнь проделывала крошечные дырочки в легких. Кислород просачивался через них под кожу. И эти маленькие пузырьки с треском лопались, когда медсестры переворачивали больных. Все тренировки прекратились. Новобранцы, которые не больны, ухаживали за теми, кто болен. У некоторых даже не появлялись симптомы. Они просто падали и умирали. Те, кто избегал этой быстрой смерти, заболевали пневмонией. Вскрытия показали, что легкие полны пенистой крови. И потрясенный Уэлч сказал, кажется, это какая-то новая болезнь. После чего срочно предупредил армию, что болезнь будет распространяться. И нужно немедленно прекратить передвижение войск и расширить площади больниц. Вместе с командой они начинают искать возбудителя болезни, для того, чтобы потом разработать лекарство или вакцину. Параллельно этим же занимались Уильям Парк и Анна Уильямс, которые за 25 лет сотрудничества прославились своей работой по борьбе с полиомиелитом, бешенством и дифтерией. Если они найдут возбудитель, то смогут ввести его лошади, затем взять ее кровь и извлечь лошадиные антитела. И у этих ребят было очень много лошадей. Именно поэтому ранее они смогли произвести столько антитоксина от дифтерии, что безвозмездно обеспечили им каждого врача в Нью-Йорке. Моби-команды на самом деле искали одно и то же. Бациллу Пфайфера. 16 лет назад немецкий врач Ричард Пфайфер определил этот организм как причину гриппа. А тем временем болезнь распространялась по судоходным маршрутам и железнодорожным линиям. Бостон, Филадельфия, Нью-Йорк, Новый Орлеан, Юджет Саунд, Великие Озера. Про испанку, Валик. Испанский грипп. Воздух под кожей издает звук, как хруст снега. Полагали, что это тяжелый грипп. Он распространяется по воздуху и может выжить в течение нескольких часов на твердых поверхностях. Большое количество вторичных инфекций указывает на то, что он подавляет иммунную систему. Главный хирург Горгас пытался поднять тревогу. Он настаивал на полной остановке всех военных кораблей. или хотя бы на недельном карантине всех, кто поднимается на борт. Военные отказались. Они говорили, что Германия находится на последнем издыхании и сейчас нельзя ослаблять натиск. Объявили новый призыв. Тысячи мужчин по всей стране столпились в общественных зданиях. Горгас протестовал. В чем смысл? Ведь военные лагеря прекратили все тренировки из-за вспышек болезни. Эти новые призывники все равно не станут солдатами. Они просто подхватят грипп и все. Да, кстати, полный долбоебизм. Спасибо, Кадукин. Спасибо. За 7 месяцев. Пиздец. Везде какие-то иногда идиоты сидят. И вот умные чуваки, как вот этот вот хирург главный. Он реально такой, блядь, что вы делаете? Вы же их даже не сможете тренировать. Вы же военные. Почему вы, блядь, я хирург, знаю, что вы не сможете их тренировать и набираете зря, а вы военные, блядь, этого не знаете? И они такие, а, ну да, точно, блядь. Ну тогда ладно. Блядь, просто какое-то безумие. Вот удивляешься порой. Удивляешься просто. Обычных граждан все было еще хуже. Глава службы общественного здравоохранения бездельничал, так как не хотел перечить военным, которые опасались, что повышение осведомленности общественности о гриппе повредит моральному духу. В Бостоне, Нью-Йорке и Филадельфии люди начали падать прямо на улице, сваливаться с лошадей и заполнять больницы. Росло число невыходов сотрудников на работу, но политики отказывались признавать... Военные большинствественно тупые, довольно. Только выполнение приказа и не более. Но поэтому руководящие должности в основном, как это ни странно, в современной армии занимают чаще нестрелянные, так сказать, бойцы на самых верхушках. А такие, я бы даже сказал, какие-то военные управленцы, что ли. Вот если у военного управленца там есть какой-то опыт боевой, то это как бы плюс, конечно. Но в целом, дохуя уже... Ну, то есть, сами понимаете. ...нарастающий кризис. Глава Нью-Йоркского Совета... Ну, тактики, не знаю. Ну, как угодно их называйте. ...это здравоохранение вообще отрицал эпидемию. В Филадельфии мэр говорил прессе, что вспышка почти закончилась и собирался запустить крупнейшую в стране компанию по облигациям свободы. А это значило, что тысячи людей... На верхушку нужно ставить стратега, а не воина. Ауф! ...и пройдут маршем по городу, и сотни тысяч придут посмотреть на это. 27 сентября Уэлч и его команда обнаружили бациллуп Файфера в большинстве образцов. Парк и Уильямс получили такие же результаты... Держу в курсе! ...со своими образцами. Теперь, если они смогут выделить и вырастить этот патоген, то смогут начать работу над лекарством или вакциной. Но один из команды Уэлча, Освальд Эйвери, не был уверен в результатах. Да, он находил бациллуп Файфера, но не во всех случаях, поэтому у него возникли сомнения. Возможно, есть что-то еще. А сам Уэлч, уставший, сел на поезд. И во время поездки у него начали проявляться симптомы. Он снял номер в отеле в Атлантик-Сити и закрылся на добровольный карантин. Несколько недель он проведет там в болезненном бреду. Самый уважаемый человек в американской медицине вышел из строя, именно тогда, когда он больше всего был нужен стране. Ведь в Америке вот-вот должны были закончиться гробы. Спасибо за просмотр! Чем больше лайков и комментариев будет под этим роликом, тем быстрее я выпущу продолжение. На фоне коронавируса аж стрёмно. Я надеюсь, коронавирус не пизданется, не переключится на какую-нибудь там лошадь ебаную. Мы подумаем, что все закончилось, потом эта лошадь где-нибудь там, блядь, пожрет говна, заразит с каким-нибудь непонятной хуйней. Как его? Там мутирует коронавирус в этой лошади, она потом высвет это говно, какой-нибудь китаец опять сожрет лошадиное говно жареное, и заразится супер-саян с саяновирусом каким-то, коронавирусом в режиме саяна. И потом, блядь, просто будет уничтожать тебя за секунду, просто ломать ебало будет вирус за 2 секунды. Заразился, блядь, 1 секунда такой, что-то мне хуёво, 2 секунды. Мёртвый, блядь. Ну, блядь. Продолжение следует...